В эфире новости общественного телевидения Наукограда в студии Антонина Лямкова. Евгений Андреев, здравствуйте. Вот о чем мы расскажем вам сегодня. Современные душевые и пластиковые окна. Как отбывают срок в бийском СИЗО? Обеды по карточке. Все больше школьных столовых переходят на безналичный расчет. А также обезопасить детей от травм на дороге. За дело берется госавтоинспекция. Работу в Сочи сегодня предложили бичанам и всем жителям Алтайского края. Это связано с проведением Олимпийских игр. В Краснодарский край нужны горничные, администраторы, партье, официанты, бетонщики, арматурщики, электромонтеры, слесари-сантехники, водители и другие рабочие руки. В подробности нам рассказала специалист Департамента труда и занятости населения Краснодарского края Елена Малышко. Сейчас она с нами на связи по телефону. Средняя зарплата около 25 тысяч. Есть ниже, если это без специальной подготовки люди, то есть горничные, грузчики, разнорабочие, садовники. Есть выше, если это ЭТРС, до 60 тысяч. Может быть заработная плата. Условия труда нормальные. Как правило, предоставляется жилье и частично предоставляется питание, то есть в ряде вакансий. Конечно же, все работники проходят федеральную какую-то проверку. Это очень серьезное российского масштаба мероприятие. Набираем кадры сейчас, чтобы быть готовым уже к декабрю. Напомним, информацию о трудоустройстве в Сочи можно получить в Центре занятости населения Бийска. И к другим темам. На сегодня уже изъято 12 единиц оружия. Выявлено 11 нарушений. Сотрудники лицензионно-разрешительной службы полиции проверяют владельцев оружия самообороны. В Бийске официально зарегистрировано 1300 собственников оружия самообороны. Треть из них проверены. Место хранения оружия можно усмотреть? Дома ремонт. Сейф сняли. Сейф сняли, дома ремонт, да? Тогда, извините, оружие у вас где? А почему осуществляете хранение оружия с нарушением порядка? Так, где можно составить соответствующие документы? Все нарушители привлечены к административной ответственности. Согласно закону, оружие самообороны должно храниться в особых условиях. Главное – безопасность. Проверяя, специалисты уделяют особое внимание техническому осмотру оружия, выявляя незаконные изменения. Проверка владельцев оружия продлится до конца октября. Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о состоянии камер в Бийском СИЗО. В каких условиях отбывают наказание осужденные, выяснил Евгений Плохотин. Камеры для подозреваемых и обвиняемых теперь по европейским нормам. Следственный изолятор Бийска – старейший в Алтайском крае. В этом году исправительное учреждение получило федеральные деньги на реконструкцию зданий и ремонт служебных помещений. В результате мы планируем к концу октября месяца завершить ремонт девяти камер для содержания заключенных, оборудование помещения для видеооператора. Сегодня старые камеры со съеденными грибком стенами приобретают цивилизованный лоск. Современные душевые, пластиковые окна и даже полка под телевизор. Закрытый туалет – требование Европейского суда по правам человека. Теперь он есть практически в каждой камере Бийского СИЗО. А все остальное осталось по-прежнему. Как и полагается, на одного заключенного приходится 4 квадратных метра. В закрытой комнате ничего лишнего. Скамейку кровати не пододвинешь. Вся мебель забетонирована. Чтобы не разбили, не порезались, потому что очень много таких лиц, которые счеты с жизнью хотят свести, особенно за преступления против половой неприкосновенности. 99% из них говорят, что я не совершал, и я с приговором не согласен, и дайте я сам себя лишу жизни. Преобразование не обошло стороной и то, что касается безопасности. Жизнь арестантов на глазах операторов системы видеонаблюдения. На одном мониторе в режиме онлайн транслируется все, что происходит в камере. Условия личного состава также улучшаются. В следующем году здесь планируется открыть медицинский кабинет. Посещать его смогут не только сотрудники СИЗО номер 2, но и все работники уголовно-исполнительной системы нашего города. Евгений Плохотин, Сергей Кузнецов, Новости ОТН. 94% бийских школьников обеспечены горячим питанием. Это один из самых высоких показателей не только в регионе, но и в стране. Достигается такой уровень благодаря многолетнему охвату бесплатным питанием некоторых категорий учеников. Только в прошлом учебном году на организацию бесплатного питания в бийских школах из муниципального бюджета было выделено более 14 миллионов рублей. Сегодня 48% школьников обедают бесплатно. Как рассказала начальник управления образования города Бийска Елена Андреева, сегодня все нуждающиеся, учащиеся получают бесплатное питание в школьных столовых. Администрации школ никому в этом праве не отказывают. Кроме этого, наш город является краевой экспериментальной площадкой по безналичной оплате за школьные обеды. Сегодня карточная система действует в семи учебных заведениях. До конца учебного года ей будет пользоваться 48% школ Наукограда. Пятая школа первая в городе перешла на систему безналичной оплаты столовой. Такой расчет действует здесь уже третий год. Насколько удобен уход от наличных денег, а кто выиграл от подобного нововведения, узнала наша коллега Ирина Дубицкая. Марина Владимировна мама первоклассника. За обеды сына у нее голова не болит. Знаете, как удобно. Я его отправила в школу. Не нужно давать ребенку деньги. И потом думать, то ли он передал классному руководителю, то ли он потерял, то ли он истратил еще куда-нибудь. А тут закинула деньги, ребеночек покушал. Система безналичной оплаты выглядит так. Через терминал, расположенный в школе, родители забрасывают деньги на карточку ребенка. Карточка именная с фотографией, поэтому другой ребенок ей воспользоваться не сможет. В столовой находится считывающее устройство. Подставляем к нему карточку, с нее списываются деньги. Этой системой очень довольны дети, ведь они рассчитываются как взрослые. Скажи-ка, пожалуйста, вкусно тебе было? Очень-очень. А ты все съела? Да. Я тоже все съела. Очень-очень вкусно было. В школе времени проводим очень много, и кушать хочется, поэтому предпочитаем все горячие обеды. Удобно пользоваться, потому что не занимает времени стояние в очередях. Сдачу нам не выдают, потому что не затрачиваем времени на сдачу. В столовой питаются все, без исключения ученики начальной школы и почти 96% учащихся средних классов. Здесь такие вкусные обеды, что буквально в считанные секунды детворой все сметается с тарелок. И сытно, и быстро. Все прелести безналичной системы по достоинству оценили и педагоги пятой школы. В каждом кабинете есть компьютер. Мы заходим на сайт инфошколы, делаем заказ, выбираем меню. Каждому ребенку по желанию, что он желает, то и заказываем такое блюдо. И все, оформляем заказ. Чтобы обслужить обеды вот этой детворы за наличный расчет, времени понадобилось бы не меньше 15-20 минут. А карточки – прекрасный выход. Буквально несколько секунд, и все сыты и довольны. Пятая школа первой в городе перешла на безналичную оплату в столовой. Довольны все – дети, родители, педагоги. Уже известно, опыт бичан будут принимать другие учебные заведения края. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, новости ОТН. За 9 месяцев прошлого года на дорогах Бийска произошло 35 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 2 ребенка, и 37 пострадали. В этом году в ДТП пострадало уже более 40 детей. Государственная инспекция безопасности дорожного движения проводит большую профилактическую работу среди школьников. Какую, узнавала Ирина Попова. Настоящий театр на школьных подмостках. Конкурс театрализованных представлений, посвященных дорожной тематике, собрал 14 команд. В роли сказочных персонажей – обычные дети. Ведь каждый день они становятся участниками дорожного движения. Мы выступаем, рассказываем, чтобы дети ходили правильно, чтобы не было никаких аварий, знают правила дорожного движения. В распоряжении команды 10 минут. За это время школьники должны показать полноценный музыкальный спектакль. Декорации и костюмы только приветствуются. Зрителям порой трудно поверить, что на подготовку участников было всего несколько дней. Нам казалось, что времени еще много, но потом уже мандраж, естественно, у детей и у нас. И сейчас мы очень сильно волнуемся. Но мы все-таки надеемся, что мы осилим это волнение и с блестящим выходом выйдем и выступим. Профилактическую работу среди школьников ГИБДД проводят регулярно. Это и фестиваль «Безопасное колесо», и конкурс «Агитбригад». Такие мероприятия уже принесли хорошие результаты. Если взять статистику, у нас 38 дорожных транспортных происшествий произошло на территории города Бельска. И все-таки большая часть ДТП произошла по вине водителей. Это перевозка детей и не пропускают детей на пешеходных переходах. Чаще всего регистрируем такие дорожные транспортные происшествия. По итогам конкурса третье место поделили 33-я и 6-я школа. На втором – кадетская школа и 41-я. И на первом месте оказались представители школ 3 и 8. Соблюдать надо правила на дороге всегда, чтобы к вам не наглянуло, вы отвлекая беда. Ирина Попова, Сергей Доровских, Новости ОТН. Старейшее литературное объединение Алтая «Парус» готовится отметить 75-й день рождения. «Парус» был основан в октябре 1938 года, когда произошло слияние двух литературных кружков. Судьба многих известных писателей была связана с работой в «Парусе». Поэт Илья Мухачев, прозаик Афанасий Коптелов, была Ахмадулина, Михаил Михеев, автор знаменитой песни о Чуйском тракте. Все они в разные годы так или иначе имели отношение к литературному объединению нашего города. В настоящее время, в течение вот уже почти 30 лет, руководит работой «Паруса» член Союза писателей России, поэт и прозаик Дмитрий Шарабарин. Под его редакцией издается «Альманах. Формула жизни». Вот уже 8 лет регулярно, дважды в год с двойными номерами, выходит журнал писателей Наукограда «Огни над бией». Что такое литературное объединение «Парус» сегодня? Это общественная организация, которая ведет постоянную работу с литературно одаренной молодежью, привлекает к творчеству широкие круги населения разного возраста. Очень важно человека заинтересовать творчеством, потому что творчество – это человек творит, а творчество творит самого автора, делает из него человека. Его задача, вот наша мы тоже подчеркиваем всегда, что литература – это духовная часть составляющая и человека, и нашего города, и общества. Так вот она призвана литературой. Все, что призвано, как говорят, ничему не обязано, нет. Литератор обязан, писатель обязан. Он призван сохранять в человеке человека. Вот его задача. А теперь у нас традиционный звонок из села. Сегодня у нас на связи Борис Забиров из Мирного. Добрый вечер, Борис. Добрый вечер. Делитесь скорее с нами своими новостями. У нас сегодня очень замечательные новости. У меня родился внук. 3 килограмма 60 грамм 50 сантиметров. Назвали Романом. Ромочка будет. Так что будем растить. Мы от всей души поздравляем вас с рождением внука и желаем ему здоровья и счастья. Всем всего хорошего. Всем удачи, здоровья и счастья. До свидания. До свидания. Если вам тоже есть что нам рассказать, звоните в редакцию по телефону 3308-95. И возможно уже завтра героем нашего материала будете именно вы. А на этом у нас все. Мы с вами прощаемся. Впереди погода от народа. Мы ждем вас ежедневно в нашей студии. Смотрите нас также в интернете на канале YouTube. Всего вам доброго и до встречи завтра. До свидания.